829 дн. Выстава, присвеченная 75-годью вызволения Гомеля, открылась у центральной часы Палаца Румянцевых и Паскевичев. 150 экспонатов рассказывают про житие города вперед фашистской оккупации. По официальных даденных за этот час вороги снищили 30 тысяч гомельчан. При этом ни на один день жихары города не сдавались и протягивали сопротивление. Особное место у экспозиции займает трагедия лагера для советских военнополонных «ГУЛАГ-121». У всех годы оккупации концлагерь находился в самом центре Гомеля. За этот час им загинуло не меньше, как 110 тысяч человек. Для снищения вязни упрацевали пять пересоуных краматориев и печи цаглянного завода. Советские солдаты, которые вошли в Гомель, увидели жудостную картину. Центр города Мальцалком был разбуран. Даже чрезвычайная комиссия, которая работала в Гомеле после освобождения уже в 1944 году, она только примерные цифры может сказать. Нашли эти захоронения, места расстрелов. Это действительно страшные кадры и страшные цифры. В Гомеле было четыре еврейских гетто, где были заключены в основном женщины, дети и старики. И фактически все они, 4 тысячи человек, были убиты. И ДУЛАГ, тот же самый 121, он был уничтожен. Тех, кого не угнали в другие лагеря, умерли там же. Наш Гомель стерли с лица земли фактически на 80%. Черно-белые здымки, речи з лагеря на полонных и редкие документы будут представлены на выставе до 26 листопада, дня вызволения Гомеля.